Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, удивительное поклонение Аллаху Субхану Аталу, ночное бедение, кияму лейли, или тахаджуд. Однажды Джибрил, алейхиссалям, пришел к пророку, саллиллаху алейхиссалям, и сказал, Я, Мухаммад, аишма ши'та, фаиннака мэйит. О, Мухаммад, живи сколько хочешь, но знай, что все равно ты умрешь. Ахбиб манши'та, фаиннака муфарику. Люби кого хочешь, но знай, что все равно ты с ним расстанешься. Ваалям, аня шарафа лмумени кияму биллейли. И знай, что почет мусульманина в его ночном стоянии перед Аллахом Субхану Аталу. Однажды у Хасана Аль-Басари спросили, почему люди, которые совершают кияму лейль, ночное бдение, то есть молятся ночами, Почему их лица сияют? И Хасан Аль-Басари ответил, потому что они находились наедине с милостивым Аллахом, и он облег их из своего света. Удивительный хадис Пророка, саллиллаху алейхиссалям, сказал, Выполняйте ночное бдение, совершайте ночные молитвы. Это было обычаем праведников, которые жили до вас. Это приближение к вашему Господу. И это то, что не дает тебе совершить грех. И это удаляет твои грехи, искупляет твои грехи. И то, что отдаляет болезнь от тела. Субхан Аллах. Всего два рака ата ночью. Такой почет, такая награда всего лишь за два рака ата ночью. Попроси у Аллаха, соверши свои два рака ата ночью. Попроси у Аллаха пропитание на завтра. Попроси у Аллаха баракят в своих делах, чтобы заключить удачную сделку. Чтобы заработать хорошую сумму. Чтобы успеть, преуспеть в чем-то. Проси у Аллаха спонталя и выставивай перед Аллахом эти свои два рака ата. Это будет считаться Каяму-Лейль. Каяму-Лейль это любая молитва после сунны ночного намаза. Лучшее время для совершения Каяму-Лейль, ночного стояния, это, конечно же, третья часть ночи. Третья часть ночи перед Фаджером. Это время, когда Аллах, Субхан Аллаху, обращается к своим рабам и говорит Кто просит у меня что-то, чтобы я ему дал? Кому что-то надо? Я даю, раздаю. Кто просит у меня прощения, чтобы я его простил? Кто тот, который взывает ко мне, чтобы я ответил на его мольбу? А что ты делаешь в это время? Субхан Аллаху, в это время мы просто спим. Может быть, нам ничего не надо. Может быть, у нас не осталось уже грехов. Субхан Аллаху. Кто-то скажет, у меня трудная работа. Я устаю. Конечно, мы можем согласиться. Многие из нас работают на очень трудных работах. Но представь, что ты пришел домой после трудного дня, сел на диван, поставил перед собой стакан чая, попил чаю. Встань. Соверши всего два ракаата, которые займут у тебя две минуты перед сном. Это будет для тебя каяму лей. Субхан Аллаху, этим самым ты объединишь между мирским и духовным. Обретешь некий баланс, Субхан Аллаху, в своем сердце. Все это очень легко. Мой брат мусульманин, ты очень хороший человек. Моя сестра мусульманка, ты очень хороший человек. Но если бы вы еще молились ночами. Если бы мы еще молились ночами. Однажды посланник Аллаха, салли Аллаху алейсалям, сказал. Ни'мар рожелю Абдуллах. Какой хороший человек Абдулла. Про Абдулла и Бунумара. Ляукяна юсолли биллейль. Но если бы он еще молился ночами. После этого Абдулла и Бунумар не оставлял ни одной ночной молитвы. Ни одного каяму лейль, ни одного ночного стояния. Каждую ночь он совершал молитвы, дополнительные молитвы. Так вот, всего два раката. А дарит тебя таким большим благом. А дарит тебя светом от Аллаха. Даст благословение баракат в твоем имуществе. И иншаллаху достоит тебя великой награды в будущей жизни. Аллах спонталя в Коране говорит. Они отрывают бакат своих лож. И взывают к Аллаху со страхом и надеждой. И из того, чем мы их наделили, они тратят. И не знает ни одна душа, что скрыта им из услады глаз. Воздаянием за то, что они совершали. Выполняй, выполняй каяму лейль ночную молитву. И Аллах спонталя одарит тебя благом. Ас-саляму алейкум, ва рахматуллахи, ва бараката.